24 июня открылся торговый дом Савалмаш. Это площадка для продажи электроинструмента и бытовой техники с приводом на Славянке. Изделия разрабатываются в Савалмаш. Первыми будут продаваться углошлифовальные машины. Затем запланированы продажи торцовочных пил и других видов техники. В Китае тем временем создается предприятие, которое будет выпускать бытовую технику и электроинструменты со встраиваемым приводом разработки Савалмаш. Завод будет производить как технику, так и электроприводы, а Савалмаш получать комиссию с каждого проданного изделия. Первоочередное право приобретения будет предоставлено инвесторам и партнерам проекта. На строительной площадке Савалмаш полным ходом идет подготовка к зиме. Строители закрывают тепловой контур здания. Монтаж внешней облицовки, окон и кровли почти завершен. В административно-бытовом корпусе смонтирована большая часть остекления. Эркер полностью закрыт панорамным остеклением. Завершается заливка подбетонки в опытно-производственной части здания. На антресолях второго этажа выполнена противопожарная обработка металлических конструкций и начат монтаж межкомнатных перегородок. В июне смонтировали пожарную лестницу административно-бытового корпуса. Близится работа по прокладке инженерных коммуникаций. Они требуют больших единовременных затрат. Сейчас у каждого из вас есть возможность поддержать строительство по КТБ. Инженеры Сывалмаш разработали универсальный привод для электроинструмента и бытовой техники на замену стандартного коллекторного привода. Испытания привода в составе углошлифовальной машины показали, что двигатель превосходит по характеристикам заводские аналоги. Специалисты Сывалмаш отработали технологию заливки короткозамкнутого ротора алюминием. Благодаря этому им удалось значительно облегчить и удешевить производство ротора. 21 июня состоялась первая успешная заливка ротора мотор-колеса алюминием. В Китае стартует онлайн-обучение инженеров. Специалисты из разных стран обучаются эксплуатации и сервисному обслуживанию электромобилей и электромотоциклов на Славянке. Также они научатся готовить комплекты для переоборудования бензиновых транспортных средств в электрические с применением технологий совмещенных обмоток. Обучение инженеров будет проходить при участии партнера Сывалмаш Виктора Арестова. Программа позволит расширить по всему миру сеть сервисных центров, в которых сможет обслуживаться техника на Славянке. В июне прошли ходовые испытания различных транспортных средств с двигателями на Славянке. Технику подготовила компания «Стин», основателем которой является партнер проекта Андрей Лобов. Двигатели с совмещенными обмотками отлично показали себя на речном транспорте. 5-киловаттный мотор был установлен на лодку МЧС России. Сотрудники МЧС участвовали в испытаниях на реке и остались довольны техникой, ее бесшумностью, скоростью, маневренностью и отсутствием гари. Позднее 7-киловаттный электродвигатель установили на катер весом 600 кг. Моторы на Славянке используются не только на воде, но и на суше. Тук-тук с таким двигателем и солнечную панелью больше месяца без нареканий отработал на агроферме. Еще одна разработка компании «Стин» – модернизированный мотоцикл «Баджарш Пульсар». Один из самых популярных мотоциклов Азии был протестирован на дорогах Сочи и показал, чем он лучше заводского бензинового байка. Транспорт на Славянке востребован в различных областях. Особое внимание проявляет к нему бизнес, которому важна экологичность техники. В июне была анонсирована международная конференция Solar Group. Она состоится 6 августа в Ингресс-центре особой экономической зоны Технополис Москва-Валабушево. Участников события ждут. Выступление первых лиц Solar Group и представителей Savalmash. Общение с другими инвесторами и партнерами. Шоу-ром двигателей и техники на Славянке. Возможность увидеть патенты, протоколы испытания двигателей и другие документы компаний. И главное – визит на строительную площадку Savalmash. Это главное оффлайн-мероприятие в проекте за последние три года. Принять участие в нем смогут только 350 человек. Регистрируйтесь сейчас по ссылке в описании видео, чтобы попасть в их число. Субтитры создавал DimaTorzok